В играх и фильмах о Второй мировой войне можно часто видеть, как эффектно и красиво отлетают башни от корпусов уничтоженных танков. Причем ради зрелищности режиссеры используют этот художественный прием чуть ли не для каждого второго подбитого танка. Сегодня мы попробуем разобраться в каких случаях танку могло оторвать башню и как часто это происходило на поле боя. Естественно, наиболее распространенной причиной является взрыв, боеукладки. Которая в разных танках расположена по-разному. Так, например, у немецких танков она чаще всего была в бортах, а у советских Т-34 на днище корпуса. Если бронебойному или кумулятивному снаряду удавалось пробить броню в месте размещения боеукладки, осколки или кумулятивная струя могли запросто привести к детонации осколочно-фугасных снарядов. В этот момент в танке возникало избыточное давление, которое искало выход по пути наименьшего сопротивления. А в хорошо защищенных и герметичных машинах это место было в погоне башни. Таким образом взрывная волна успешно отрывала и подбрасывала в воздух башню танка. Снизить вероятность такого эффекта можно было двумя способами, максимально ограничить количество осколочно-фугасных снарядов в боекомплекте или вести бой с открытыми люками. Во втором случае ленивая в кавычках взрывная волна выходила через люки. Это, конечно, слабо способствовало выживанию экипажа, но шансы немного повышало. Кстати, в современных танках конструкторы используют специальные вышибные панели в отсеках для боеприпасов. Их суть заключается в том, что наружная стенка сделана слабее внутренних, поэтому взрывная волна перенаправляется наружу, снижая риски для экипажа. Примечательно, что в британских танках Матильда-2 и Валентайн, вооруженных двухфунтовой пушкой в боекомплекте, отсутствовали осколочно-фугасные снаряды, поэтому у этих танков башню отрывало крайне редко. Интересное решение для снижения вероятности взрыва боеукладки нашли американские конструкторы. Так называемая мокрая боеукладка активно использовалась на Шерманах. Она представляла собой ящики с двойными стенками и с индивидуальными ячейками для каждого снаряда, полость между которыми заполнялась водой с добавлением этиленгликоля. В случае повреждения боеукладки жидкость разливалась и гасила начинавший тлеть порох, тем самым предотвращая взрыв. Однако после Второй мировой войны мокрая боеукладка стала применяться крайне редко, поскольку получившие широкое распространение кумулятивные снаряды своей струей, без проблем взрывали боеукладку даже в воде. С мерами защиты мы разобрались, но насколько же легко было взорвать обычную боеукладку танка? Может режиссеры фильмов правдиво показывают, что у каждого второго отлетала башня? На самом деле взорвать боеукладку было не так просто, тем более что танки чаще всего были обращены к противнику лобовой проекцией, где толщина брони была максимальной. Поэтому для успешного поражения боеукладки нужно было сначала зайти вражеской машине в борт или корму и уже потом совершить прицельный выстрел. В каких еще случаях можно было сорвать башню с танка, кроме взрыва боеукладки? Конечно, прямым попаданием мощного артиллерийского снаряда, например, 152-мм от Су-152. Есть такой случай, когда советскому самоходчику Николаю Шишкину на зверобое удалось сорвать башню с тигры навесным выстрелом из закрытой позиции. Сорвать башню с танка также могло в случае неосторожного вождения машины. Например, на фото представлен несколько комичный случай, когда Т-34 неудачно забодал немецкое противотанковое орудие, которое в ответ сорвало ему башню с погона. Естественно, такие случаи были редкими. Друзья, надеюсь вам понравилось сегодняшнее видео. Не забывайте оценивать и оставлять свое мнение в комментариях. До новых встреч!